Масло, 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 нехуевое масло, масло, олейно, масло оливье. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, я по поводу объявления вашего няню ищу тебя. Ага, я слышала. Меня зовут Анастасия Альбертовна, я являюсь, ну как, вот я прочитала ваши требования на сайте, ну вот, в принципе, согласна. И что вы хотите услышать от меня? Интересоваться чем, да? Ну да, я как, ну вот, няня нужна. А ребенок ваш? Возраст такой? А, вы знаете, у меня две дочки, одна, у меня дочечка, ну, уже как бы взросленькая, 7,5 годиков, еще дочечка, ей 6 годиков, но они, в принципе, привитые у меня. Ну, не нуждаются в чем-то особенном. Такие воспитанные девочки, они не балованные. То есть, необходимость в том, чтобы следить за ним, чтобы они никуда не влезли, куда не нужно, понимаете? То есть, контролировать в течение какого-то времени или отвести, извести вот это? Да, просто присматривать за ними, чтобы они никуда не баловались, чтобы ни в розетки пальчики не засовывали, чтобы не баловались, в общем. У меня просто сейчас еще племянничек маленький будет, и смотреть, ну, чтобы племянничек не занимался сексом с моими дочками, вот это, чтобы не баловался. Я просто племянничек... Племянничку сколько, сколько племянничку? Племянничку 15 лет, он балуется, сует орган свой, дочкам моим. Так племянника отведите к сексологу, ребенка лечить надо. В смысле? Ну как, ребенок, племянничек, он же болен. Нет, нормальный, ну, простуда... Ну как нормальный? Это ненормальное явление, нет, я таких с сомнительными детьми не остаюсь, я не воспитываю, воспитание должны проводить родители. Если родители не справляются с ребенком поведение, и он не может определить, куда чего, розетку в пальце или еще чего-то совать, это явление уже нездорового ребенка. Просто он еще как бы развивается, понимаете, а дочка у меня красивая. Ну 15 лет, о чем вы говорите? Развиваются дети, когда они маленькие, младенцы, а когда уже 7 лет, говорите, и в сегодняшнем нашем мире с гаджетами развивается, это уже не развитие, это уже болезнь развивается, а не ребенок. Он просто, ну, сексом заниматься любит, эротику смотрит, он нас смотрится, потом идет к моим дочкам... 15 лет, что же вы упустили уже, вы навсегда опоздали, на 15 лет в воспитании, ему уже ни няни, никто не поможет. Нет, ему не надо, мне дочки мои, чтобы вы следили, чтобы он не совал. Ну и ваш племянник приходит, и дочки, это как-то непонятно мне явление. Ну, дочки, племянник приходит, просто недалеко же живет племянничек, и он приходит... А где вы живете? Где вы живете? Кто? Где вы живете? Ну, как, я живу в Брянске. А в районе в каком? В Советском. В Советском районе? Да. Ой, нет, не знаю, я, мне не нравится это ваше объявление, я люблю очень детей, и я с ними... Вы понимаете, ну, племяшка мой, он не так часто приходит, всего лишь там, не знаю, раз в пять в неделю, в семь дней. То есть он приходит один раз, и как бы, когда ему захочется вот этого, ну, я хочу, чтобы его не пускали, и чтобы дочки не отдавались ему. Он то одну, то вторую, то двоих сразу. Ну, это вам нужен охранник целый, для того, чтобы оградить ваших детей от сексуального домогательства. Так ему 15 лет только, ну, какой он домогатель? Ну, 15 лет, это уже лоб здоровый, вы понимаете? Ну, вообще, я удивляюсь. Вы же дядя, ну, и приведите вы его в порядок, отведите его к доктору, если он не знает, не обузданный такой уже в 15 лет. Он изнасилует кого угодно. Так ему, нет, он только дочечек моих, ну, мне, пока он маленький, пускай он развивается, хоть пускай лучше своих, чем чужих, хоть и я знаю, что мои, они не заразные, ничего такое. Ну, как папа как-то меня напрягает, как это, пусть ваша получше, чем чужих. Я извиняюсь, я мама. Вы мама? Да. Нет, ой, нет, мне это не нравится, спасибо, я отказываюсь от вот, от... Я хорошо заплачу, поймите, я хорошо заплачу вам. Нет, я не хочу, спасибо большое. Это очень сомнительно. Нина, Нина, подождите, я вам хорошо заплачу, Ниночка. Ниночка, сволочка, подождите. Я вам заплачу, сколько вы скажете. Нет, спасибо большое. Я таких не люблю. Я если беру детов, я действительно им отдаю все свое сердце. Так отдайте племянничками, подпускайте и все, и кушать давайте. Не надо мне так. Ой, нет, спасибо большое. Я не хочу так. Поймите, поймите, пожалуйста, у меня работаю проституткой, у меня нет времени, понимаете, следить. Вы что, сутенерка у нас? Не понял. Нет, нет, у меня просто работа такая. Спасибо большое. Воспитывайте племянников, я таких не хочу. Племянников не надо, дочек моих просто, я не знаю, я просто работаю проституткой, уж так говорится, денег на жизнь зарабатываю. У меня денег хватает, мне богатые эти, есть ухажеры, то есть денег хватает, вы не переживайте, я вам заплачу, понимаете. Нет, нет, спасибо, я не хочу. Я люблю добрых, честных людей. Я честный, добрый. Вы знаете, извините, я не хочу в этом принимать участие, вы меня простите. Я, спасибо большое. Я не отказываюсь от услуги, вам оказывать услугу в помощи ваших девочек. Вы такая умная женщина, образованная. Я бы отдал своих детей вам, у меня просто дочки маленькие, поймите, одна от одного, одна от другого. Ну поймите, работа у меня сложная, я работаю проституткой, живу в однокомнатной квартире, денег у меня хватает, чтобы заплатить вам за ваши услуги. Вы знаете, у вас денег хватает, я бы вам как мать взрослых уже детей посоветовала бы побольше уделить детям свое внимание, чтобы они не выросли и не впитали в тот негатив, который... Ой, не хочу. Ой, спасибо большое. Спасибо вам огромное. Так может все-таки подумать, я вам буду заплачивать, сколько скажете. Я сама люблю очень детей, но, понимаете, я сама в больнице лежала в этом, и мне родительские правы хотят лишить. Так что вы, зачем же вы так запустили ситуацию, что она зашла так далеко? Потому что я работаю, у меня клиентов и ночью, днем всегда хватает по пять часов. Вы знаете, у вас уже упущено, дети по ходу у вас уже воспитание упущено совершенно в детках. Так я хочу, чтобы вы воспитали этих детей, просто как бы я их... Ну я уже не могу воспитать, вы как родители не вложили у них ту частицу, а я женщина строгих правов, и чуть ли не воспитание восточное. Поэтому с вашими детками, вашего племянника, я боюсь, один раз я ему голову оторву. Так ему 15 лет, он маленький, пускай наоборот, как бы, ну, учится... 15 лет, не маленький, 15 лет, 15 лет, 15 лет ребенка надо занимать не в гаджетах, чтобы не смотрел эротику. Ну просто твоя бабка его, мама его тоже работает со мной, времени нет, понимаете? Я понимаю. Нет, спасибо большое. Нет, я таких веточек не хочу. Спасибо огромное. До свидания. В смысле? Так может вы подумайте, Ниночка, солнышко. Блин. Я мама... Я мама... Редактор субтитров А.Семкин